здравствуйте всем дорогие друзья и зрители телеканала youtube это значит то что вы прямо сейчас находитесь на по точке точнее на записи видеоролика по игре dying light 2 это значит то что прямо сейчас нужно поставить лайк подписаться на канал и мы сегодня идем по основному сюжету почему почему ты меня спросишь потому что игра настолько классно что я хочу в нее все больше и больше играть я хочу проходить абсолютно все задания я хочу понимаете хочу я хочу лутаться я хочу больше лутаться я хочу стоять и понимаете что по лутам прямо обмазываться можно так сделать а кто не понимает о чем речь на стриме на стриме на канале вас заходить все поймете так нам и собственно продолжаем наш квн а мы продолжаем к б.н. а для чего далеко во на штаны с лампасами так все погнали по основному квесту паркур я скотина может быть ты ты можешь в эту хрень поверить оба а я все твержу что зима близко восьмое марта близко близко расти расти моя пиписка welcome to club можно еще дверей добавить и смотри куда прешь что за день у меня ни за что не получится что это за работа я вербовщик вас к отправлю тебя своим партнером они все расскажут главное не болтай ладно я уже много месяцев не видел детей а продолжение будет вашего диалога нет ладно ладно и все чем дело пилигрим это тебя хотели повесить друг тебе дико повезло мне об твою удачу я ученик альберта но верно ненадолго я уже третий раз пытаюсь выполнить задание провалюсь мастер альберта меня выгонит что за задание я должен спроектировать что то полезное я уже придумал очки для подводного чтения и выдвижной поводок для собак но его постоянно клинит к тому же здесь нет собак все мои идеи никудышны это мой последний шанс показать чего я стою потому я провел последние недели бродя по базару и размышляя и тут меня вдруг озарила козы они сидят в клетках потому что уничтожают посевы но из-за клеток козы грустят и дают мне и мне пришла в голову идея ограды на которую будет подаваться напряжение так козы будут сидеть в вольере и давать больше молока я назвал это электропастухом но козы будут испытывать стресс и давать кислое молоко правда стрессу кос а у тебя не было бы ударь тебя кто-то током и возьми за вымя о нет напряжение будет низкая одно их лишь по щекочет так в чем же тогда дело с твоим изобретением мне не хватает пары деталей их тяжело достать боюсь не успеть вовремя ты не поможешь если согласишься я подарю одно из своих крутецких изобретений оно не связано с козами не кое-что поинтереснее вот увидишь нужны кое-какие электрические детали разберу их на резисторы и прочие штуки насколько я знаю они есть в двух местах одно из них магазин хостоваров fitz william place у водонапорной башни альберта говорит что они там есть но это темная зона там полно превращенных лучше идти ночью а второй вариант остатки патрульных машин есть место к югу от хорсу недалеко от старой электроподстанции по окрестностям бродят бандиты они могли все растащить тогда тебе придется искать другие места или выйти ночью в магазин может там были все таки удачи тебе улыбнулась у меня есть нужные детали не шутишь фантастика да мне тебя не писал послали держи не знаю как благодарить тебя и еще кое-что поможешь мне с показом моя установка находится у главного входа включи ее а я схожу за альберта скоро он все увидит встретимся у клеток рядом со стеной что творится в центре лук когда миротворцы закрыли туда путь это легчайшее задание делал нет я дергаю из-за дурацкого карантина всего центра можно посадить семена но лучше подойдут многолетние растения но как мне их посадить не понимаю что случилось от дебил все в порядке нет она сгорела коза сгорела какой же я идиот что случилось я неправильно рассчитал напряжение вот бестолочь прости не знаю как я мог так ошибиться зря только время тратим почему я так не думаю это очень очень большой огромный это ты про потенциал потенциал да это может стать эффективным оружием 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 готовая формула если просто применить ее к оружию это может повысить наши шансы против заражен электрические эти храбрая коза расталась жизнью ради науки и пир для всех а а ты и я беру тебя в и посвящаю тебя в у божечки спасибо спасибо вам а я мы и поговорим позже пойдем венчатся а я я так тебе благодарен вот возьми а вот нужно будет поднять напряжение загляни ко мне в мастерскую козлась спасибо береги себя ладно конечно дружище и так модификации для оружия чтобы установить модификацию для оружия необходим чертеж компоненты соответствующие оружие количество ячейков не бифете к но это мы все видели уже а теперь он окей давай слышите мы совершенно случайно без сейчас шуток открыли какой-то просто мега имбовая это то самое и все как мне его подожди подожди-ка сынок ну-ка подожди где этот тип ок у меня сейчас вот это больше интересует а ну-ка пойдем как мастеру во первых давайте научимся ремонтировать наше оружие давайте научимся ремонтировать потому что я не хочу стволы кто-то сказал семья я не могу обещать мастеров можете покупать улучшать чертежи нет вы факел усилитель выносливости огненный стрел до мне бы лук бы сначала отец подождите а где этот пацан а как мне найти этого мастера то ломась начались перебои с электричеством чем он здесь торгует ну-ка понятно торговцы кока косарь тушах олька шухонишь дядя окно во первых мы продадим то что мне не надо что мне не надо но ценные вещи что такое ценные вещи это вещи на продажу или нет по идее это все это вещи на продажу я не уверен наверно да часы консервы я думаю что это он не продажи до уши но это вообще меняет тогда в корне дело это мы сейчас можем наборыжить один ствол ни хрена себе нет ну тогда это вообще забейте вы чё вот этот я точно не знаю мыло слушайте ну тогда мы можем у него наборыжить топор и как раз вставить туда вот то что нам нужно но это прям конкретный ствол что берем чат водки найдем я бы взял этот топорик но сто семьдесят четыре прочности с другой стороны у него нет 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 я бы я бы поискал как восстанавливать наш топор не признал меня у тебя аллергия на деньги короче слушай мы можем подзаработать ты и я нужно только принести мне свеклу редис пастернак вот он хватает он убит что джулиан люк отравился водой которую ты продал что но я не продаю воду лыжет люк сказал что взял ее у тебя от того что в этой воде он сейчас вредит значит он обвинил меня когда был в бреду какие ваши доказательства постой минуту есть улики конечно вода была в бутылке люк принес эту воду в одной из твоих бутылок когда я расскажу об этом кору тебя повесят вебин постой клянусь чё тоже не торгую водой если уже жулиан ты покойник где-то я уже подобное видел послушай если ты не торгуешь водой то откуда у него одна из твоих бутылок зная люка этот наверняка ее где-то украл это в его духе даже я ему верю я вода чиста как горная роса может это месть я все же доверяю меня все любят я в жизни мухи не обидел секунду подожди к черт это мог быть марка вот сволочь марка если задуматься он давно точит на меня зуб это было давно забей слушай он живет на крыше бывшего ямайского ресторана к западу от веледора на хаундфилдлейн я отдал ему за воду несколько кило своей лучшей муки докажешь что он воду отравил половина муки твоя подсобишь мне конечно это можно проверить вот еще что неловко просить но нет у ганса тоже может быть бутылка такой воды я думал ты ее не продаешь так и есть но ганс исключение можешь его предупредить он тоже живет на хаундфилдлейн только чуть дальше как-то все это очень подозрительно надеюсь ты говоришь правду иначе мне будет трудно тебе помочь марка и ганса не видел детей из-за дурацкого карантина все интересно классно так где же ремонтировать ствол где же где же тебя ремонтировать здесь понятно нашли торговца мастера это же пилигринь знаешь иногда я думаю где же мы допустить здесь обычные работяги да хочу чтобы меня кремировали это выход это кузница и магазины тебя отдых саквояж а ну то есть здесь небольшое такое поселение на самом деле ребят но у меня один вариант это мастер больше еще назывался велидор моя жена работала медсестрой больше к сожалению или к счастью береги как там новый париж держится у меня там кузе пойдем к мастеру попробуем это еще не значит что ты бедный как же нам научиться оружие делать подождите доп снаряжения доп снаряжения у и факел она здесь вообще все как же нам тебя ремонтировать компоненты он продает улучшить улучшить а а а а а а а а а вот это респект игре секунду короче я еще думаю че за вот эти вот тут вишу палочки такие идут лишь короче ты можешь улучшать вот эти вот рецепты короче все ты можешь улучшать то сделать более качественные вещи то есть допустим если я улучшу хилку за это он просит чтобы у черт чертеж ты принесешь мне пять голов это вот этих вот или так ну спонтом или тогда и также можно и отмычку серёжа вопрос как лучше здесь сделать я бы в аптечку втуллил это самое актуальное ребят а как а как а и теперь теперь будьте так любезны мои хорошие а теперь будьте так любезны и принесите-ка да а а теперь он говорит мне 10 голов принеси ну ты вообще охерел просто еще и бабла просит а еще и одну синюю редкую голову на брать отмычки ну в принципе пока они мне не нужны приходи еще как хорошая механика вот это вот это уважение хорошая механика так ну чё сходим как же чинить оружие вот есть выбросить что то есть изменить но почему они не сделали починку как же чинить как же чинить наверно дальше ребят ну чтож пойдем пойдем сделаем квест а ты вот вы от вы крысики а вот от умеете вы удержать все таки а людей в игре это я разрабам если что до раза от хотел же вот хотел говорю от часа от от жопа сгорит и все эти нет не сгорела найдите марка ну чё к марка может можно гансу на самом деле погнали уж ты кстати я очень рад что я хилку наняли завтра быть вышибалой кому-то очень хорошо что кстати я хил улучшил потому что очень очень-очень-очень часто юзается он рост как в первой части эти это же она то на что я думаю оставили оставили тему с первой части поняли да даже звук тот же самый оставили но вот этого я не против такие хорошие отсылки шипы и бочки пойдет ладно ладно прощаю это чё такое еще за тема понял но было очень интересно что то есть на оружие украшение пока не вешаю специально ребят не вешаю на оружие украшения я могу повесить могу понимаешь могу серёжа повесить но если я повешу вот лишь изменить кнопочка есть я могу это повесить апгрейд но кто знает я смогу его снять неизвестно понимаешь оружие уже пока цены может мне сейчас дадут как прокачать вот если бы стволы можно было разбирать или ремонтировать вот это было бы сильно елочка какая-то ребят зараза начинается от если бы мешки были пчелами то они бы не по чуму что ты думаешь уже идут никогда и не подумали ты труп пидор о ее я успел же дам краном по мордакам больно это кстати новая тема а в африке где-где-где-где-где-где-где-где женщины где не молчи пожалуйста да ладно внутри не хочу вовнутрь а надо и здесь здесь да да ладно а где где а где он обнаружен батюшка то вы хоть спасибо ребят за платной сапки а пояснительную бригаду нормально где-то он здесь а вот где он паркур я кстати полка я сорвался но здесь так все хорошо а начиналось но это какая-то несправедливость реально почему теперь медленно хожу нас кстати времени вообще понты остался короче надо было цель нажать а что 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 о а 1 сережа давай не будем рокодилы бегемоты обезьяны кашалоты ой я здесь кое-что увидел ребят что ох ты ё твою мать быдло иди-ка сюда да один нахер заняты здесь ой 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 мне кажется он копья даже пляж дожжет на какую-то маленькую долю не почувствовал вообще я серёжа лови что у них тут вообще нормально там ты себе брат быстро друзей найдешь давай развлечемся ты чё не пойму ну при фочах что бьёшь слышь ты по жри говна у ёбок может быть ты почти по жри говна у ёбок а а а а а а а а но будет патч и тогда все сделают что вы подождать не можете что-ли кстати все подумал лишь братан возьми народом ой как хорошо ой извини пожалуйста удобно как-то вышло ну что надо его это окно сейчас прибежали они убегут здесь мы в принципе все залутали наверх сейчас забираемся лутаем их основной дроб тут один металлолом ничего такого жалко что места не открываются знаешь типа то что мы залутали одно залутали второе такое максимально пассивный дробь здесь короче еще это понял нашел да короче на самом деле весь город это одно большое пожил пожилое темное пространство я нажимал c это гонит гонца нажимал сто процентов несколько раз нажимал бред ну что он не работает чему ну-ка бред нихера не плюс действия нажимал c нет я тебя туда не поведу уроки в разгаре почти кто это вообще никаких экскурсий даже так спасибо что у вас можно жить это ты интеллигентный юноша нам поможет сделал принцип это залутать во первых посмотреть что там вторых посмотреть что там короче я понял действует очень простой схеме берем ножку просто начинаем их отключивать всех пары дедовский можно кстати вообще знаешь что сделать почитать так а и 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 Уезжали. Еще минус. Кстати, быстро отработают. Кстати, а кто сказал, что вообще? Кто сказал, что вообще магазины ночью лутать, типа, нельзя? Кто это сказал? Точнее, днем. Основа или побочка? Здесь сейчас будет какой-то имбовый шмот лежать. Здесь фиолог очень много. Лох ты, брат, стал. О-о-о! Нормалёк. О-о-о! 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 О-о! О-о-о! Сейчас будет прикол, когда ночь настанет, а она уже сейчас настанет. вот это будет просто потери-потери твою мать ты не работает вообще кнопка а ты смелый всего за бред вообще ты вообще не вообще кнопка не работает а 2 10 молодцы гангаем гангаем событие какое-то не пройдено бывает как ты там попробовал городской жизни да побывал кое-где знаешь лучшие вечеринки всегда в центре туда мы и отправимся там есть план как туда попасть я все расскажу на месте что у тебя на крыше у главной станции метро гангем а у живущий живущий сердце ты вообще чел ну ты вообще просто ты ты всех уработал что глазам не верю мне вскрыть эти ящики я я я я я я я я хорош а вот то что мысли вас трофей забрали поехали господи а вот теперь просто полагаемся на свою удачу синяя дубина просто сюда твою мать а вот я нажимаю еда то ли разработчики все кнопки перепутали вот смотрите у меня в навыках находясь на высоте посмотрите вниз на врага и удерживайте е так так находясь на высоте посмотрите вниз удерживайте е сработал а Силы сейчас очень много будет фармиться. Быстрее-быстрее-быстрее-быстрее еще где-то были вот здесь одежда просто одежда просто одежда и все больше ничего не прошу есть нашел уникальный нагрузку Уникальный нагрузок Война Звучит сопротивление очки опыта плюс 3 процента и годнота урон кстати от стрелкового оружия есть даже сет плохо валим домой спим либо только добежать дву ручка вообще забить имба просто ну не дни невероятные бах на мой взгляд опять же чего я же это ни один видел нет я тебя туда не поведу уроки в разгаре никаких экскурс что происходит привет я тенгель сегодня на моем уроке этот ученик заинтересовался почему и когда в велидоре конфисковали оружие и что произошло потом он бы хотел зажечь свечу на месте мартовской бойни это за мартовская бойня такая одному интересно какой-то подождите это не по истории случаем мартовская бойня да в тот день погибло 64 человека их расстреляли практически в упор хочешь узнать подробнее тогда отправляйся туда а чего не зажег пока идут уроки никому нельзя покидать здание детям нельзя одним гулять по базару я бы сильнее переживал чтобы они не попали в темную зону в наше время дети достаточно умны чтобы не проваливаться в дыры в общем мог бы ты зажечь свечу для него молодой человек может ты сам чему-то научишься конечно хотя сам я мало понимаю в истории свеча я я правильно пошла когда это просто слова но она захватывает когда ты касаешься и и касаешься да отнеси эту свечу памятнику всемирного конгресса искусств или к тому что от него осталось это недалеко свяжись со мной когда будешь там да окей там ты поймешь о чем мой сегодняшний урок хорошо давайте он сказал это недалеко это очень важно это очень важно так и ночь кстати да пройдет слушайте а дубина то мама не горюй короче я думаю что нет смысла вкладываться вообще вот во всякие апгрейды еще в какую-то херню но себя очень жестко за очень жестко зарекомендовали знаете что себя очень жестко ребят зарекомендовали эти называются господи апгрейды потому что я сейчас выкидываю очень серьезно но и двуру что же это то о чем я думаю что 2 500 и а как а как не туда про пробраться от зараза я туда не попаду туда браться хотя давай попробуем ты вел сколько там очков дают и попробуем умрем ну умрем ну чё теперь обосраться что хотя стоп 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 а свечку куда он попросил зажечь давай до мемориалки из принципе понты бежать сейчас просто верхами пройду и все огородами слушать а как ночь его подкачается здесь прям очень серьезно с еще вот это вот наверно так еще раз навыки нажмите c за секунду до приземления он как бы перекат должен делать прошел сюда сюда хорошо зашло на это тут на коле на коле упал изи опыт изи изи опыт еще и редкий трофей все главное не отвлекаться не отвлекаться ребята валит что за звуки только не отвлекаемся все дальше валим-валим-валим-валим-валим-валим-валим-валим-валим по квеста да спасибо что сказал меня это прям очень важно было только не упасть только не упасть это не пойду смотреть умру надо кричать это просто невозможно господи спасен герой я у памятника ты прав от него мало что осталось присмотреть к нему не все сразу бросается в глаза здесь уевка ребят здесь безопасная зона присмотрись к нему здесь не все бросается в глаза смотрите к нему присмотрись присмотрись рядом контейнер с ингибиторами здесь есть табличка но немного имен это жертвы бойни да шестьдесят четыре имени ситуация за стенами уже была хуже некуда а армии нужно было больше оружия так что они конфисковали оружие у мирного населения частное владение оружием и боеприпасами с тех пор было запрещено а как же людям обороняться вот конча что здесь случилось именно там начался мятеж это короче бунт все таки были в ужасе как им защищать себя и свои семьи начались массовые беспорядки тогда ввели комендантский час начались обыски чтобы никто не вздумал прятать у себя оружие наказание для неподчинившихся было весьма суровым двадцать четвертый год неплохая отсылка присмотрись что же здесь можно еще найти стоп 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 началась стрельба армия открыла стрельбу по гражданским началась паника и разумеется все стало только хуже мятеж охватил весь город и это стало началом конца зажигай свечу рядом контейнер с ингибиторами считаешь брат ошибся забрав оружие у населения теперь точно не скажешь но закончилось все плохо главная ирония заключается в том что скоро у армии иссякли боеприпасы таким образом огнестрельное оружие вышло из употребления по крайней мере считается что все произошло именно так ходят слухи что у брата был тайный схрон с боеприпасами где-то в городе охренеть но даже если и так то он унес этот секрет с собой в могилу так что точно узнать нам вряд ли доведется схрон с боеприпасами где-то в городе это еще один факт об истории редко нам удается достоверно узнать что-то это не точная наука чем больше проходит времени тем менее прочны исторические факты нужны такие бдительные наблюдатели как я чтобы по прихоти каждого нового поколения историю не переписывали заново долг памяти всем следует отдавать его а теперь прощай пилигрим надеюсь что этот небольшой взгляд в прошлое осветил и твой путь крутой крутой квест безделушка выживших ребята какая-то очень дорогая вещь нам дали что попробовать сюда дайте или нет все черт не шутит хотя хотя бы хотя бы попробую а вдруг но сделаю я в зону заражения вылазку в следующей серии не забывайте ребят ставить лайк подписывайтесь на канал и увидимся позже удачи